МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Татьяна Голубева. И в ближайшие 10 минут о некоторых событиях сегодняшнего дня смотрите в этом выпуске. В 74-ю годовщину со дня Великой Победы отмечают сегодня и в Барнауле. Знаете, с одной стороны радостно, с другой стороны печально. Многих уже не встречаешь, своих однополчан. Праздник начался с возложения цветов к мемориалу славы и парада на площади Советов. Веселиться на трезвую голову 9 мая в Барнауле. До 21 часа не будут продавать алкоголь. Лучшие экспонаты советского автопрома и не только. Ну, его козлик называют все в постонародье. Козлик. Потому что, да, козлик, потому что эта машина, когда едет по бездорожью, очень сильно прыгает. Выставка ретро-автомобилей вызвала большой интерес у горожан. День памяти, скорби и радости. Сегодня в Краевой столице, как и по всей России, отмечают 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Барнаульцы сегодня утром возлагали цветы к мемориалу славы, вспоминали павших. Вместе со всеми утра 9 мая в одном из самых памятных мест Краевой столицы провел и Илья Кочетков. Ему слово. Празднование 74-й годовщины Великой Победы началось сегодня в 9 утра на мемориале славы. Сотни и сотни барнаульцев и чиновники, журналисты, ветераны и простые барнаульцы пришли почтить память павших героев. Знаете, с одной стороны радостно, с другой стороны печально. Многих уже не встречаешь своих однополчан, некоторых, многих уже нет. А так с удовольствием встречаешь поставшиеся ветераны всегда с ними вместе. Сейчас я ей как раз рассказывала, для чего горит огонь. Говорю, это как бы символ того, что в наших сердцах тоже горит огонь памяти. То есть мы должны помнить тех людей, которые погибли за то, чтобы вот эти наши маленькие сейчас внуки ходили по земле помирной. Там и подходили к героям союза. А здесь просто солдаты. Подвиг не успели совершить, но погибли. Тоже погибли за счастье, за мир. Дедушка наша Иван Григорьевич Зюзин, он до Берлина дошел пешком с ранениями. А вот второй дедушка Слободчуков Ульян Николаевич, у нас такая история, что он ушел перед тем, как уйти на войну. С детства он был разлучен с родной сестрой. И она его нашла за день до того, как он ушел на войну. Всю ночь они пробеседовали, а утром ушел на войну, и больше они никогда не увиделись. И, конечно, самой массовой акцией сегодняшнего дня стало прохождение колонны Бессмертного полка. О том, как это было, подробнее смотрите в вечернем выпуске. Ну, я повторюсь о том, что подробно о шествии Бессмертного полка и параде на площади Советов в нашем вечернем выпуске. Поздравления с Днем Победы будут звучать сегодня весь день. Самые главные слова, конечно же, адресованы им, нашим ветеранам. С великим праздником этих дорогих нам людей, а также всех жителей Алтайского края, поздравил и губернатор края Виктор Томенко. Дорогие жители Алтайского края, уважаемые ветераны Великой Отечественной, сердечно поздравляю вас с великим праздником – Днем Победы. В современной истории России нет даты более священной. Сквозь смену эпох 9 мая объединяет поколения, заставляет нас помнить самый дорогой завет освободителей, горячо любить Родину и не жалеть сил для нее. Прошло уже 74 года, с того дня, когда наши отцы и деды, матери и бабушки произнесли долгожданное слово «Победа». За этим словом четыре страшных года сражений, тяжелые работы в тылу, постоянные тревоги за родных и за будущее страны. Среди воинов, которые спасли мир от порабощения, более полумиллиона наших земляков, воевавших в составе легендарных сибирских дивизий. А труженики тыла ценой невероятных усилий снабжали страну и армию всем необходимым. Алтайские госпитали вернули в строй тысячи бойцов. Десятки тысяч эвакуированных обрели на Алтае второй дом. Выдающиеся полководцы и рядовые солдаты, партизаны и труженики тыла показали потомкам пример беззаветной преданности Отечеству. Чем дальше от нас май 45-го, тем больше наша ответственность за сохранение исторической памяти. Эта ответственность перед ушедшими и будущими поколениями. Военно-патриотические объединения, молодежные десанты, акция «Бессмертный полк» не дают забыть великие страницы истории нашего государства. Мы возвращаемся к ним через судьбы конкретных людей, наших близких родственников. Мы с гордостью называем себя внуками и правнуками героев. И эта память делает нас сильнее и ответственнее за мирное будущее Отечества. Пусть память о великом народном подвиге объединяет граждан нашей страны, учит патриотизму, нравственности, доброте. Дорогие земляки, от души желаю вам счастья и мира. С праздником! С Днем Победы! Торжества в регионе и столица края в разгаре. В эти минуты праздник продолжается в парке культуры Центрального района на пешеходной улице Мало-Тобольской, где с патриотической программой выступают студенты вузов города. Концерт участников фестиваля «Калина Красная» проходит в данные минуты в Краевом театре драмы. А накануне по Краевой столице курсировал трамвай Победы. Вагон, украшенный по образцу поездов, на которых участники Великой Отечественной возвращались домой в 45-м. Почему организаторы решились на такую необычную акцию, как ее восприняли барнаульцы, расскажет Илья Кочетков. Бойцы! Ура! 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 Едем домой! Был обычный трамвай, а сегодня превратился в концертную площадку. Утром 8 мая пассажиры первого маршрута с удивлением и радостью встречали молодых людей в военной форме фронтовых лет. Домой с победой – акция, которую решили совместно провести Барнаульская школа «53» и «Горэлектротранс». Организаторы говорят, задумали ее еще два года назад, но удалось реализовать идею только сейчас. Мы хотели нашим горожанам, наследникам Победы, маленьким и взрослым, напомнить те эмоции, которые ощущали наши прадеды, когда ехали наконец-то с Победой домой. В целом в акции приняли участие 100 школьников плюс педагоги. Признаются, проблемой было найти ребят, хорошо играющих на гармоне. Сегодня они будут весь день нести творческую вахту на двух трамваях первого маршрута. А завтра, 9 мая, вагоны уже выйдут в рейс без них, но по-прежнему украшенные историческими транспарантами. Илья Кочетков, Николай Шелков. День с толком. Веселиться, петь фронтовые песни, танцевать не только под гармонь. Сегодня разрешено всем, но делать это власти Барнаула рекомендуют все-таки на трезвую голову. На протяжении всего праздничного дня в городе будет ограничена продажа алкоголя. Соответствующее распоряжение подписала мэрия Барнаула. Торговым точкам рекомендовано ограничить реализацию спиртного вблизи мест массовых гуляний, приуроченных ко Дню Победы с 9 до 21 часа. Данная мера необходима для предотвращения травматизма, а также для профилактики противоправных действий в местах массового скопления людей. Кстати, погода сегодня отличная, и на улицах действительно многолюдно. Многие с утра отправились на Площадь Победы, не только чтобы попасть на Мемориал Славы, но и побывать на выставке ретроавтомобилей. Легендарные «Чайка», «Москвич», «Волга» – уникальные машины вызвали восторг у жителей города. Почему, расскажет Ирина Корчагина, ей тоже понравилось. «Черный воронок» появляется, как всегда, неожиданно. Следом машина Победы – ГАЗ-67. Здесь же американский «Додж», который был на службе Красной Армии, и десятки других ретроавтомобилей. Сегодня в Барнауле собрали лучшие экспонаты советского автопрома. «Волга», «Москвич» и не только. А это, пожалуй, сердце выставки. Легендарная «Чайка» на знаменитом советском автомобиле ездили главы министерства в ведомств. Спустя десятилетия он продолжает приковывать восторженные взгляды. Александр заводит свою детскую мечту – ГАЗ-69А. На реставрацию 60-летнего автомобиля у него ушло полмиллиона рублей. Практически все запчасти здесь оригинальные. Его «Козлик» называют все в простонародье. «Козлик», потому что эта машина, когда едет по бездорожью, очень сильно прыгает. «Козлит», как выражается в народе. Многие детство свое вспоминают, потому что многие на них работали, и они трудились в армии, трудились в колхозах, эти машины. Несмотря на то, что выставка ретро-машин проходит в одно время с парадом и шествием бессмертного полка, сюда не прекращается поток людей. Особенно много здесь маленьких ценителей автомобильной промышленности. Мне нравятся москвичи, потому что они одни из первых машин русских. Они красивые. Тебе какие больше нравятся? Военные. Все эти машины имеют многотысячный пробег, и, конечно, за каждой стоит удивительная история. Несмотря на свой солидный возраст, они все еще на ходу, но встретить их можно только здесь и только сегодня, в День Великой Победы. Ирина Корчагина, Александр Антропов, День с толком. День Победы продолжается. На праздничных площадках работают наши корреспонденты. К вечеру расскажем обо всем подробнее. Через пару секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». А у меня на этот час все новости. До встречи вечером. Субтитры создавал DimaTorzok